здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика сегодня будет небольшое но интересное видео об ошибке подключения счетчика электрической энергии к сожалению видео снять на месте у меня не получилось было много народу да и как бы не совсем уместно там это все было поэтому сегодняшнее видео будет виде рассказа в общем дело было так на некотором узле учета электросетевой компании был составлен акт неучтенного потребления электрической энергии которым было указано что расчетный прибор учета не ведет учет по фазе а по причине неправильно собранной схемы подключения прибора учета данный прибор учета установлен в одном распределительном устройстве 0 4 киловольта включаемый через три трансформатора тока производитель данного счетчика это всем известный завод имени фрунзе нижний новгород тип счетчика маяк t301 арт также в акте было указано что нагрузка по фазам составляет около 20 22 ампер и напряжение фазное напряжение всех трех фаз присутствуют также электросетевой компании была снята векторная диаграмма по векторной диаграмме наглядно видно что действительно потребляемая мощность фазе а не учитывается но там также и видно в принципе и причину вторичный ток у трансформатора тока фаза присутствует вот он равен там 1,17 ампера а напряжение по этой фазе отсутствует то есть 0 меня лично попросили поучаствовать в данной ситуации и найти ошибку в подключении счетчика если такова имеется либо определить почему отсутствует учет в фазе а в общем по приезду с представителями электросетевой компании произвели снятие пломбы со счетчика сняли крышку со счетчика вот такая вот интересная перед на перед нами предстала картина ну кто специалист кто часто сталкивается с подобными счетчиками уже наглядно уже даже вот с первого взгляда могут определить собственно причину почему пропало напряжение фаза а ну сейчас расскажу подробнее ну конечно качество монтажа оставляет желать лучшего но что есть то есть в общем и нас интересуют сугубо цепи напряжения согласно паспорта на данный счетчик цепи напряжения фаза b и c соответственно подключается на клеммы xt1 xt2 и xt3 но здесь при подключении нужно быть очень внимательным потому что клемма xt1 xt2 xt3 она разделена еще на два зажима и казалось бы что это один и тот же зажим то есть параллельный и вроде мы можем подключать на любое из как говорится из любых до зажимов но не тут то было цепи напряжения нам нужно подключать на правый зажим данных клеммников они там кстати так и пронумерованы 9 10 и 11 зажим на этих клеммников который расположен слева нам абсолютно никак не интересен он необходим для проведения поверки счетчиков ну или подключение каких-то эталонов эталонных приборов учета на зажим 9 у нас подключается фазам цепи напряжения фазы а на зажим 10 цепи напряжения фазы b и зажим 11 цепи напряжения фазы c ну и как видите здесь и была допущена ошибка то есть цепи напряжения проводник цепи напряжения фаза был подключен не на 9 зажим клеммника xt1 а на соседней безымянный они кстати даже и не пронумерованы вот собственно поэтому и отсутствовал учет фазы а а конкретно отсутствовало напряжение контролируемое напряжение фазы а ну давайте коль тут уже заговорили про данный счетчик я расскажу вкратце про схему подключения данного счетчика через три трансформатора тока на первую клемму счетчика это который внизу силовые клеммы подключается начало трансформатора тока фазы а на вторую клемму конец трансформатор тока фаза 3 4 это у нас начало конец трансформатора тока фазы b 5 6 это у нас трансформа начало и конец трансформатора тока фазы c ну и 78 сюда подключается 0 ну и на клемму 9 10 11 соответственно подключаются цепи напряжения Фазы А, Б и С соответственно Более подробно про подключение Подобных счетчиков Я уже неоднократно рассказывал На своем канале Пожалуйста переходите, знакомьтесь Напомню, что счетчик у нас 2016 года И сразу возник вопрос А как Раньше считал счетчик Почему не было недоучета И когда Электросетевая компания обнаружила Неучтенное потребление электроэнергии А все просто Оказывается, чуть ранее Не знаю, месяц назад Или чуть больше, чуть меньше На данном присоединении Производилась замена Трансформаторов тока Трансформаторы тока стояли Изначально в другом месте И вот эту всю вторичную коммутацию Переделывали И вот в этот самый момент И была допущена ошибка При подключении цепей напряжения фаза Вот так вот все оказалось просто И в то же время Доставило немало хлопот Немало объяснений Немало переписок И тому подобное И еще чудным образом Не произошло короткого замыкания На данный момент Трансформаторы тока и счетчик Были подключены сугубо По схеме указанной в паспорте Если бы какой-то один из выводов Трансформатора тока Был заземлен Как того требует Пуэ То это было бы Прямое короткое замыкание Фазы на землю Лично мне Счетчики с подобными клеммами Не нравятся Я люблю когда клеммы у меня Расположены в один ряд Что у меня первая клемма Это начало Трансформатора тока Потом вторая клемма Это цепи напряжения фаза А И третья клемма Это конец трансформатора тока фаза А И так далее Там фаза Б и фаза С идет Потом идут нули То есть все когда в один ряд Но это в основном Большинство счетчиков Делаются именно так В последнее же время Я все стал чаще и чаще встречать Счетчики с подключением С выносом цепей напряжения На другие клеммы То есть как выполнено В этом примере У счетчиков Меркурии 230-х Да и не только Выполнено аналогичное Подключение цепей напряжения То есть у них клеммник Цепей напряжения Также вынесен вверх На другой ряд Что также повышает риски Подобной ситуации И ошибочного подключения Цепей напряжения Кстати я об этом Уже неоднократно говорил На своем канале Вот сейчас даже Сделаю сюда вставочку Установили новый счетчик Меркурии 230 Я его уже здесь подключил Это у нас токовые цепи Вот этот клеммник И это у нас Цепи напряжения 100 вольт Как я уже говорил Вот такая вот схема Подключения счетчиков Мне не очень нравится Больше люблю Когда клеммы Расположены в один ряд И токовые И напряженческие Вот такое было небольшое видео Кому оно понравилось Обязательно ставьте лайки Обязательно подписывайтесь На канал Но в заключение добавлю Что будьте более внимательны И не совершайте подобных ошибок Всем спасибо за внимание С вами как всегда был Дмитрий Автор канала Заметки электрика До новых встреч До новых встреч